Так выглядит спортзал Сорской спортивной школы во время дождей. Спастись от потопа не помогают даже ведра. Из-за сырости со стены потолка обвалилась штукатурка, начал гнить пол. Как тут воспитаешь чемпионов, вздыхают тренеры. Детей занимается сейчас прилично, последние годы. То есть маленьких детей стало много. Дети заинтересованы. Но проводить соревнования большие не получается. То есть зал не позволяет. Сюда гостей приглашать тоже люди не едут, неинтересно. Ну и ребятишки тоже вначале приходят интересно заниматься. В дальнейшем, когда все это видят, состояние, соответственно, желание пропадает в таких условиях заниматься. Сорский спорткомплекс построили еще в 1976 году. С тех пор его ни разу не капиталили. А между тем, это единственное место, где горожане могут закалить тело и дух. Ежедневно заниматься сюда приходят сотни людей, школьники, пенсионеры, инвалиды. Здесь же тренируются и профессиональные спортсмены, ребята, которые входят в сборные республики. Но сейчас занятия находятся под угрозой. Здание требует капитального ремонта. Ветхая крыша – лишь малая часть глобальной проблемы. С водой очень тяжело работать. Работаем на одном теплообменнике, второй теплообменник вышел из строя. Очистка фильтров тоже. Фильтры уже приходят в износ. С 1976 года не заменялось ничего. Нехватка спортивного инвентаря. Закрыть объект – значит нарушить спортивную культуру города, рассказывают жители Сорска. Это понимает и глава Хакасии. Сегодня во время рабочего визита Валентин Коновалов лично осмотрел здание и предложил решение проблемы. Я думаю, в середине года, на майской сессии, несем поправки бюджета и действительно поможем. Потому что если крышу не отремонтировать, понятно, что ситуация будет только ухудшаться. Здесь надо экстренно принимать меры. Поэтому прорабатывайте, просчитывайте. Минфину я поручение дам, он деньги выделит. Во время рабочего визита Валентин Коновалов узнал и о других проблемах города. Самые наболевшие темы жители Сорска обсуждают в эти минуты на встрече с главой Хакасии. Подробности расскажем в ближайших выпусках РТС новостей. Виктория Титова, Антон Михайлов, РТС. Виктория Титова, Антон Михайлов, РТС.